Братья Дик и Мак МакДональдс жили в Калифорнии и работали в собственном небольшом ресторанчике под названием «Знаменитый барбекю МакДональдов». Дела шли прекрасно. Годовой доход составлял около 200 тысяч долларов. Меню заведения включало около 40 блюд, которые готовились на барбекю и пользовались популярностью среди местных автолюбителей. Однако ситуация начала меняться с появлением в округе подобных закусочных с более низкими ценами. Доходы из-за конкуренции падали, и братья поняли, что надо в корне менять подход к делу. Для начала они пересмотрели отчеты по продажам. Цифры показывали, что самым покупаемым блюдом был гамбургер. Тогда Дик и Мак решили в корне поменять формат работы заведения. Теперь пища готовилась быстро, стоила дешевле, чем в соседних ресторанах, и в меню были представлены только самые популярные блюда. Помещение было переоборудовано так, что покупатель самостоятельно забирал заказ сразу после оплаты у прилавка. Приготовление происходило на максимальной скорости, а так как список меню сократили в 4 раза, оставив при этом 10 наименований, то кухня превратилась в небольшой конвейер. Дела пошли в гору. Популярное издание American Restaurant Magazine заинтересовалось системой обслуживания ресторана и даже опубликовало материал на данную тему. Однако Дик и Мак не хотели расширять свой бизнес и двигаться дальше. Реймонд Крок к своим 52 годам ничего выдающегося сделать не успел. Нет, он, конечно, не бедствовал, но и достижениями похвастаться не мог. Все изменилось, когда у Крока купили 8 миксеров некие братья Макдональд. Реймонд был впечатлен деятельностью этих своеобразных рестораторов. Никогда прежде он не встречал такой необычной системы организации работы заведения общественного питания. Единственное, чего Крок не мог понять, так это почему братья Макдональд не хотели, чтобы ресторан подобного типа открывался по франшизе, принося братьям дополнительный доход. После некоторых переговоров Рею удалось купить у них право на открытие подобных кафе по всей территории Соединенных Штатов Америки. Реймонд Крок открыл свой первый ресторан Макдональдс в Дес Плейнс, штат Иллинойс, в 1955 году. Уже в 1961 году он полностью выкупил права на Макдональдс, а в 1965 лично продал свой миллиардный гамбургер. Благодаря своеобразному своду правил, бренд очень быстро становился популярным и среди посетителей, и среди предпринимателей, которых интересовала работа по франшизе. Рей разработал специальную систему обучения, которую в шутку назвали «Университет гамбурологии». Это означало, что все обладатели франшизы должны были пройти обязательное обучение. Это касалось и обслуживающего персонала ресторана, чтобы по всей стране, а затем и во всем мире, был выстроен некий схожий стандарт работы Макдональдс. В июне 1967 года первый за пределами Америки Макдональдс был открыт в Канаде. В 1981 году рестораны начинают открываться и за океаном. Знакомая эмблема появляется в Германии, Франции, Японии, Англии, Австрии. У заведений, открытых по франшизе, есть много общего, однако меню в разных странах имеют некоторые отличия. Оно корректируется с учетом национальных особенностей населения, их привычек, вкусов и религиозных обычаев. Например, в Индии в Биг Мак вместо говяжьей котлеты кладут баранину. В Израиле в местных Макдональдс продают фалафель и ямак-кебабы. Также может продаваться различная нестандартная продукция. Например, в Канаде и Италии кроме привычных блюд можно заказать еще и пиццу. Кстати, открытие Макдональдс в России стало весьма запоминающимся событием. Здание ресторана находится на Пушкинской площади в Москве на месте бывшего кафе Лира. И по сегодняшний день данное заведение входит в число крупнейших. Открытие ресторана быстрого питания было назначено на 31 января 1990 года. Еще до открытия собралось более 5000 человек. К концу дня число посетителей выросло до 30 тысяч. Это был абсолютный мировой рекорд для Макдональдс. Ранее лидером по количеству посетителей был ресторан в Будапеште, принявший за день 9100 человек. Первый российский ресторан быстрого обслуживания вмещал 800 человек. Кроме залов внутри помещения была еще и летняя веранда. Вместимость 200 человек. Несмотря на достаточно высокие цены, гамбургер стоил 1,5 рубля, а Биг Мак 3 рубля 75 копеек, Макдональдс пользовался популярностью у москвичей-гостей столицы. К слову, месячный проезд на автобусе в то время стоил 3 рубля. Почти 100% акций компании Макдональдс находятся в свободном обращении. На начало 2017 года капитализация составила почти 100,3 миллиарда долларов. Под торговой маркой Макдональдс успешно функционирует более 30 тысяч ресторанов быстрого питания в 118 странах мира. Из них по франшизе работает более 25 тысяч. Общее количество персонала компании составляет более полумиллиона человек. Макдональдс принадлежит около 90% новых рабочих мест в год. Каждый год компания нанимает миллион человек, но у самого крупного работодателя самая маленькая зарплата. По статистическим данным, в 1970 году американцы тратили на продукты Макдональдс 6 миллиардов долларов в год, а уже в 2001-м более 110 миллиардов долларов. Стоит отметить, что это больше, чем на компьютеры, автомобиле, высшее образование, книги, видео, журналы, газеты, музыку и фильмы вместе взятые. Среднестатистический американец съедает 4 порции картошки фри и 3 гамбургера каждую неделю, а каждый восьмой рабочий Соединенных Штатов Америки когда-то работал в данной организации. Макдональдс постоянно становится объектом для критики. Например, Морган Сперлок в своем документальном фильме «Двойная порция» показал главного героя, который в течение месяца питался едой исключительно быстрого приготовления. По условиям он был обязан один день брать еду из Макдональдс. После завершения данного эксперимента в независимом медицинском учреждении была проведена полная диагностика. По врачебному заключению у главного героя зафиксировано резкое ухудшение здоровья. Он набрал 12 килограмм лишнего веса, у него увеличился сахар в крови, отмечались боли в животе, перепады настроения и половой бессилие. Канадский писатель Дуглас Коупленд в своей книге ввел в широкий оборот термин «макджоп». Книга, кстати, была названа так же. «Макджоп» обозначает непрестижную, низкооплачиваемую работу. Термин стал настолько популярным, что даже попал в Эбстерский словарь и Оксфордский словарь английского языка. Руководство компании «Макдональдс» постоянно выражает недовольство данным фактам, однако ничего изменить не может. Несмотря на массовые заявления журналистов и организации, работающих в сфере здравоохранения, о вреде пищи быстрого приготовления, «Макдональдс» все равно пользуется популярностью у людей из совершенно разных слоев общества. Что именно привлекает посетителей, сложно сказать. То ли быстрое обслуживание, то ли пресловутый усилитель вкуса и аромата, то ли веселый клоун с красными волосами. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok